Год без футбола. Комитет по этике Российского футбольного союза вывел пятерых защитников Динамо Барнаул далеко, за пределы Бровки. Причина для Барнаула, к сожалению, не нова. Выяснилось, что некоторые футболисты Динамо периодически делали ставки в букмекерских конторах. Причем, речь даже не о договорных матчах, на матчи российской премьер-лиги, английской премьер-лиги и лиги чемпионов УЕФА. Вот что говорил об этом министр спорта Края до начала проверки. Если все же подтвердится эта информация, чего бы очень не хотелось, повторюсь, но это определенная тональность уже нашего разговора, наших планов совместных с командой. Если не подтвердится, это тем не менее для нас сигнал. Сигнал не только для футболистов, для других наших команд. Хотелось бы, чтобы наши команды мастеров были правильным ориентиром для ребятишек. Проверку ввели четыре месяца. В итоге защитников клуба Хугаева, Хмельевского, Юдина, Шенкевича, Овсянникова отстранили от футбольной деятельности на один год. При этом трем из них ровно половину срока засчитали условно. Все пятеро защитники, при этом для команды очень важные. Мы не могли не спросить у тренера, как теперь будут без них, смогут ли кем-то замениться. Три наших лидера, на которых мы не могу сказать, что мы превосходили каких-то соперников. Прежде всего, мы защитили бойцовские качества. Это три наших лучших бойцов, конечно. Но что, это жизнь. Будем искать замену, будем искать сочетание. Хочу высказать в поддержку ребят, что побольше было бы таких футболистов, знаю очень порядочных людей. Ну, воспринимаю как недоразумение. По словам президента клуба «Динамо Барнаул» Алексея Минина, контракты с футболистами в ближайшее время расторгнут. После окончания срока дисквалификации футболисты смогут вернуться в профессиональный спорт. А я напомню, что подобное уже бывало, правда, гораздо хуже. В 2010 году именно тренеров футбольного клуба «Динамо Барнаул» застали за тем, что они делают ставки на игры своей же команды. А в нашем случае ставки были незначительными. Главный тренер сейчас сказал, что считает это даже больше недоразумением. Правда, команда от этого сильно потеряла. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком.